Что подарить на 8 марта? Такой вопрос в преддверии Международного женского дня встаёт перед каждым мужчиной. Несколько идей для поздравления в сюжете Богдана Колесникова. Каждый букетик мы добавляем мимозу, как символ. 8 марта – символ весны, символ солнца. Выбрать букет – задача не из лёгких. Особенно, если не подготовиться заранее и зайти в цветочный магазин в последний момент. Глаза разбегаются от обилия предлагаемых букетов. Сделать правильный выбор помогут флористы. У каждой женщины свои предпочтения есть. Но так как накануне праздника мужчины немножко теряются, чтобы им немножко подсказать, конечно, королева цветов всегда – это роза, но как символ весны – это мимоза, тюльпаны, гиацинты. Эти цветы очень стойкие. При комнатной температуре простоят до двух недель. А вот красавицы-орхидеи украсят дом почти на месяц. Ещё можно приятно удивить пионовидной розой, лилией или букетом с герберой. Самый бюджетный вариант и самый стойкий – это считается хризантема с альстромерия. Можно собирать микс из них. И они получаются пышные и богатые. Категория подороже – это уже идёт экзотика. Это орхидея, это гортензия. Приятным дополнением к нарядному букету являются сладости. И чтобы украсить этот сладкий подарок, торт, пирожное, можно украсить его свечами. Есть свечки вот такие вот в форме сердца. Есть светодиодные огоньки. Тоже можно красиво поставить на торт, на пирожные. Фонтаны и специальные бенгальские огни тоже украсят праздничный торт. Но здесь важно помнить о правилах безопасности. Зато ни одно торжество не обходится без воздушных шаров. Мы можем собрать тоже такой красивый фонтан-стоечку. И в дополнение к букету, либо к вашему подарку, можно подарить шарики. Можно сделать именные шарики. То есть на шарике можно написать имя, либо какое-то там ласковое слово. Когда ассортимент большой и не знаешь, на чём остановиться, очень ценно сделать оригинальный подарок своими руками. Главное – проявить фантазию. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.